Уважаемый Касем Жамар Кемелевич, уважаемые коллеги, прежде всего хочу поприветствовать всех вас и, конечно, президента Беларуси Александра Григорьевича Лукашенко с завершением процедуры приёма Республики Беларусь в полноправные члены Шанхайской Организации Сотрудничества. Россия придаёт большое значение партнёрскому взаимодействию в рамках ШОС. Мы с удовлетворением констатируем, что это взаимодействие продолжает поступательно развиваться на принципах равноправия, учёта интересов друг друга, уважения культурно-цивилизационного многообразия, поиска коллегиальных решений и насущных вопросов в сфере безопасности. При активном участии казахстанских коллег, к утверждению на нынешнем Совете глав государств, подготовлен действительно солидный пакет документов и решений. Их реализация, несомненно, будет способствовать укреплению роли и влияния ШОС. Согласованные подходы стран ШОС к ключевым аспектам глобальной и региональной повестки дня отражены, вынесены на одобрение на саммите Астанинской декларации. В ней дополнительно высвечивается приверженность всех участников ШОС к формированию справедливого многополярного миропорядка, основанного на центральной роли Организации Объединённых Наций, на международном праве, на стремление суверенных государств к взаимовыгодному партнёрству. Долгосрочные ориентиры для дальнейшего углубления взаимодействия не только в политике и безопасности, но и в экономике, энергетике, сельском хозяйстве, высоких технологиях и инновациях содержатся в проекте решения о разработке стратегии развития ШОС до 2035 года. Это важно с точки зрения углубления практического сотрудничества по всем направлениям, входящим в орбиту деятельности нашей организации. Тесные экономические связи приносят очевидные дивиденды всем участникам. Факты говорят сами за себя. Так, средний прирост ВВП стран, стран-членов нашей организации, в прошлом году составил более 5%, промышленного производства – 4,5%, в то время как уровень инфляции – всего 2,4%. При этом товарооборот России с государствами ШОС увеличился на четверть. Хотел бы в этом контексте отметить, что наши страны наращивают использование во взаимных расчётах национальной валюты. Например, их доля в коммерческих операциях России с участниками организаций по итогам первых четырёх месяцев текущего года уже превысило 92%. Напомню о российском предложении заняться созданием в ШОС собственного платёжно-расчётного механизма. Свой весомый вклад в развитие торгово-инвестиционных связей на пространстве ШОС вносит регулярные встречи министров, отвечающих за экономический блок, совещания глав Минфинов и Центробанков. Динамичной работы деловой совет организации, с помощью которого бизнес-круги наших стран имеют возможность подключиться к взаимовыгодным совместным проектам. Вопросами финансирования таких проектов плотно занимается Межбанковское объединение Шанхайской организации. Разумеется, одной из приоритетных задач в деятельности ШОС было и остаётся поддержание безопасности в государствах-участниках и по периметру внешних границ. Именно на это нацелены принимаемые сегодня решения о преобразовании региональной антитеррористической структуры ШОС в универсальный центр, который займётся реагированием на весь спектр угроз безопасности, а также об учреждении антинаркотического центра в Душанбе. В борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом будет способствовать и утверждаемая нами трёхлетняя программа сотрудничества в этой сфере. Вызывает удовлетворение, что страны ШОС последовательно наращивают взаимодействие на культурно-гуманитарном треке. Развиваются контакты в области науки и образования, охраны окружающей среды, здравоохранения и борьбы с эпидемиями, растут туристические, спортивные и молодёжные обмены. Успешно работает университет ШОС, объединяющий 77 вузов из наших государств. На регулярной основе проводятся форумы ректоров университетов, а также недели образования, помогающие налаживать связи между студентами, преподавателями, бизнесом и государственным сектором. Координирующую роль в расширении молодёжных контактов играет Молодёжный совет ШОС, созданный по инициативе России. Весной этого года страны объединения приняли участие во Всемирном фестивале молодёжи в Сочи и в молодёжной конференции, посвящённой межкультурному диалогу. Ждём представителей всех ваших государств, дорогие друзья, в сентябре в подмосковной Дубне на международной молодёжной программе «Бизнес-инкубатор ШОС». Уважаемые коллеги, в нынешних условиях, когда в мире происходят стремительные и необратимые перемены, несомненно, востребована активная и инициативная оппозиция ШОС в международных делах. Многополярный мир стал реальностью. Ширится круг государств, выступающих за справедливое мироустройство и готовых решительно отстаивать свои законные права и защищать традиционные ценности. Появляются и укрепляются новые центры силы и экономического роста. Убеждены, что Шанхайская организация сотрудничества наряду с БРИКС являются основными опорами на рождающегося нового миропорядка. Именно эти объединения выступают мощным локомотивом процессов глобального развития и утверждения подлинной многополярности. Шагом в этом направлении представляется инициатива государств-участников ШОС о мировом единстве за справедливый мир и согласие, решение о выдвижении, которое мы должны принять сегодня. Эта инициатива чётко нацелена на выработку мер доверия и в сфере стабильности и безопасности, прежде всего в нашем общем евразийском регионе. Таких мер, которые гарантировали бы условия для устойчивого роста всем в равной степени, независимо от политического и экономического строя, принадлежности к той или иной религии и конфессии, особенности культурного уклада. К слову, в таком же русле идёт предложение России о создании в Евразии новой архитектуры сотрудничества, неделимой безопасности и развития, призванной прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам. Результат такого мироустройства известен. Растущее количество кризисов по всему миру, одним из которых, безусловно, является и украинский. Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине, кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Мы неоднократно выдвигали на этот счёт конкретные предложения. Напомню, в середине июня нами представлен ещё один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное её западных спонсоров, принять его, позволило бы буквально одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры. Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложение по урегулированию этого конфликта. Россия, безусловно, готова учитывать ваши идеи и инициативы. Считаем правильным, что Шанхайская организация сотрудничества традиционно плотно занимается и проблематикой Афганистана. Поддерживаем идею возобновления деятельности контактной группы ШОС «Афганистан». Думаем, это будет способствовать дальнейшей нормализации обстановки в этой стране. К сожалению, на евразийском континенте, в Большой Евразии пока сохраняются и другие потенциальные очаги конфликта, разрастание которых чревато хаосом и нестабильностью. Прежде всего, это, конечно же, Ближний Восток и конкретно ситуация в секторе газа. История наглядно показала нежизнеспособность и контрпродуктивность единоличных попыток, в частности США, разрубить палестинский узел и отказа от исполнения решений ООН, которые чётко предусматривают создание и мирное сосуществование двух независимых и суверенных государств – Израиля и Палестины. В общем, вопросы, связанные с обеспечением безопасности и стабильности как на пространстве Евразии, так и в более широком глобальном измерениях, настойчиво требуют от ШОС и её государств-членов активной вовлечённости, энергичной выверенной линии, учитывающей чаяние наших единомышленников из числа стран мирового большинства. Уважаемые коллеги, как уже подчёркивалось, по мере укрепления авторитета и влияния ШОС растёт интерес к её деятельности со стороны других государств и международных структур. Многие из них стремятся к налаживанию равноправного диалога с нашей организацией и подключению к её работе. И, естественно, нужно внимательно рассмотреть весь солидный портфель заявок тех, кто желает в том или ином качестве с нами сотрудничать. Завершая, хочу поблагодарить казахстанских друзей за организацию нашей встречи и, конечно, пожелать успеха председателю Китайской Народной Республики, нашему другу Си Цзиньпиню и всем китайским друзьям, которым после нынешнего саммита переходят функции председателя в организации. Благодарю вас за внимание.